В пятницу Центральный банк поднял ключевую ставку на 100 базисных пунктов. И я в очередной раз оказался прав, сделав правильный прогноз. Все доводы я приводил в своем последнем видео до поднятия ставки, до заседания Центрального банка. Соответственно, все факторы, которые я там перечислил, они указывали на поднятие ставки. Мой прогноз полностью сбылся. Итак, наша задача сейчас обсудить с вами, что же произошло на заседании, какие главные моменты можно выделить. Ну и как это отразится главным образом на нашем российском рынке акций. Поэтому смотрите это видео, как обычно, до конца не перематывая, и вам все станет предельно понятно. Ну а чтобы не пропускать нового выпуска, обязательно подписывайтесь на этот канал, ведь на этом канале одна из лучших аналитиков. Ну и важным моментом, после того, как подняли ключевую ставку, да, это, конечно же, риторика, что Центральный банк нам поясняет, почему же, в связи с чем такое решение было принято. А именно поднять ставку на 1% либо на 100 базисных пунктов. Ну а перед началом выпуска хочу напомнить о продолжении акции. Кто-то меня в комментариях спрашивал, что акция закончена. Нет, акция не закончена. Акция продолжается по критной карте Тинькофф Платинум от Тинькофф Банка. В соответствии с данной акцией, заказав данную карту по ссылочке в описании под видео, вы получите бонус, а именно кэшбэк 3000 рублей и бесплатное обслуживание навсегда, если данной карты у вас еще не было, либо была закрыта более одного года назад. Чтобы воспользоваться данным бонусом, заказывайте по ссылочке в описании под видео, вам, соответственно, бесплатно совершенно привезет и доставит ее сотрудник банка, вам даже ехать за ней никуда не нужно. Расплачивайтесь данной картой в первый месяц на ваши привычные покупки, потратив 7000 рублей в совокупности. Как только вы эту сумму потратите, вам сразу же в течение трех дней вернется кэшбэк в сумме 3000 рублей. Причем в важный момент рублями обратно на карту, соответственно, компенсируем практически 50% данной покупки и подключится бесплатное обслуживание навсегда. Акция во времени ограничена, пока она действует, чтобы воспользоваться ей, успевайте заказать ее по ссылочке в описании под видео. Кроме всего вышесказанного, у данной карты большие преимущества. Это и огромный кэшбэк от различных покупок у партнеров банка и много других преимуществ. Ссылочка под видео в описании, успевайте заказать. Ну а мы вернемся с вами к обсуждению повышения ставки центральным банком и, что важно было сказано. Почему, собственно, ключевая ставка была поднята? Ну, если мы посмотрим на мой пост из бесплатного телеграм-канала, подписаться на который можно по ссылочке в описании под видео, там очень много важной информации. Новостной, да. То есть я выбираю, анализирую, пишу свои комментарии, все это отражаю в своем бесплатном телеграм-канале, чтобы не забивать голову всякой ненужной информации. Так вот, почему, собственно, подняли ставку? Ставку подняли на фоне усиления проинфляционных факторов, среди которых значимую роль играл курс доллара, а также ускорение кредитования. То есть те факторы, собственно, которые я вам говорил в своем предыдущем видео. Собственно говоря, мы видим, что эти факторы, они как раз-таки оказались ключевыми. И если мы посмотрим сами на курс доллара, то он не спешит у нас, рубль имеется в виду, укрепляться, да, а держит диапазон свыше 96 рублей за одну американскую валюту. Причем здесь достаточно интересный комментарий. Я, кстати, фотографию выбрал очень такую интересную, да, я думаю, вам она понравится. Пишите в комментариях, как вам эта фотография, соответствует ли риторике Центрального банка. Такое вот игривое настроение. Так вот, курс российской валюты не имеет психологически недопустимого для ЦБ уровня. Курс у нас плавающий. То есть Центральный банк отмечает, что курс формируется спросом, предложением, да, импортом, экспортом. То есть он плавающий и, соответственно, он полностью устраивает Центральный банк. Центральный банк никаким образом не пытается вмешиваться, чтобы как-то в ручном режиме его регулировать. Но о чем это нам говорит? О том, что совершенно невозможно предсказать курс доллара по отношению к рублю, рубль по отношению к доллару. Так как курс плавающий и куда его, так скажем, направят, куда он поплывет, там он, собственно, и приткнется к своей пристани. Причем никаких абсолютно комментариев не было по каким-то крупным покупкам, да, по крупным спекулянтам, которые спекулируют достаточно сильно, да, на нашем валютном рынке. И, собственно говоря, играют курсом доллара, тянутого туда, куда, собственно, он им нужен, да, где им нужен, чтобы оказался курс долларом, да, по отношению к рублю, туда его и тащат. Соответственно, по этому поводу комментариев со стороны Центрального банка никаких не было. Ну, а если возвращаемся к ключевой ставке и как, собственно, это влияет на экономику и на фондовый рынок, ведь для нас это важно понимать, да, все буквально ожидали, как раз-таки, заседание Центрального банка, чтобы понять, куда в дальнейшем пойдет наш фондовый рынок. Ну, нужно разобраться сначала, да, что такое ключевая ставка, это один инструмент, один из инструментов, да, денежно-кредитной политики, который позволяет Центральному банку контролировать инфляцию, да, через нее влиять на экономику, собственно говоря, страны. И, как раз-таки, ужесточение денежно-кредитной политики предполагает переход к замедлению инфляции в результате следующей последовательности. Чтобы вам проще было понимать, что, да, к чему это приводит, повышение ключевой ставки приводит к удорожанию кредитов, плюс повышение ставок по вкладам. Соответственно, население снижает траты и стремится копить свои денежные средства. Соответственно, инфляция на этом фоне снижается, да, переходит к снижению. То есть, когда Центральный банк понижает ключевую ставку, ставки по депозитам начинают падать, они стают непривлекательными, население снимает денежные средства со вкладов и начинает их тратить. То есть, тем самым повышая спрос. А так как повышается спрос, соответственно, разгоняется инфляция, так как цены начинают расти ввиду повышения спроса. И обратная ситуация. Когда Центральный банк повышает ставку, население видит, что ставки по депозитам становятся привлекательными, растут. И, соответственно, они начинают эти денежные средства копить. То есть, изымать их с покупок, да, все меньше и меньше совершать покупок и переходить к накоплению. Соответственно, на этом фоне и снижается инфляция, так как экономическая активность, она замедляется. Ну и, соответственно, здесь само по себе выходит такая негативная сторона, да, последствия высокой ставки. То есть, здесь, в этом случае, проседают темпы развития экономики. Высокие ставки по кредитам ограничивают возможность бизнеса для развития производства, так как деньги становятся для бизнеса дороже. Снижение темпов развития производства, в свою очередь, уменьшает налоговые отчисления компаний. Ну, а это ведет к дефициту госбюджета и заставляет государство урезать расходы на масштабные проекты, социальные статьи и так далее. Ну, я думаю, здесь все прекрасно понятно. А также приводится факт, да, того, почему продажа экспортной выручки не особо будет эффективна при укреплении рубля. По последним данным, доля рубля в выручке экспортеров, по последним данным, да, достигла 42%. То есть, достаточно большая доля в расчетах в рублях. Соответственно, экспортеры сейчас не получают достаточно больших объемов валютной выручки для того, чтобы, так скажем, гасить курс доллара, да, когда это станет необходимым. То есть, идут накопления, да, валютных счетов, валюты для того, чтобы экспортерам самим этой валютой можно было рассчитываться за оборудование, так скажем, транспорт и так далее. То есть, за импорт, который им необходим для ведения своей деятельности, да, в частности, там, скажем, нефтегазовым компаниям для покупки, там, оборудования, технологий и так далее. То есть, им самим нужна выручка, который сейчас достаточно в дефицитном виде, да, поступает к нам из-за границы. Ну, и, соответственно, примерно, да, показали коридор нам, в котором будет ставка рефинансирования находиться в этом году. Этот коридор 13-13,6%. В следующем году будет понижение, как я и прогнозировал, да, но средняя ставка 1,5-12,5%. То есть, также достаточно на высоком уровне. Соответственно, нам указан коридор, да, в пределах которого будет примерно ставка находиться в 13-13,6% в этом году. И мы можем примерно интерпретировать ту же самую дивидендную доходность по нашим основным бумагам, да, насколько эта дивидендная доходность будет выгодна, да, для нас, как для спекулянтов, для инвесторов, чтобы сравнить, да, с теми же самыми безрисковыми активами, да, такими, как вклады, накопительные счета и так далее. Ну, и на этом фоне мы с вами увидели, что наш российский рынок немножко отскочил. То есть, я все эти раскладки говорил и прописывал в своем закрытом телеграм-канале, да, в приватном. Собственно, на этом фоне мои ожидания были на отскок рынка. То есть, если я предполагал, да, что центральный банк поднимет ставку, но не сильно агрессивно, то на этот случай была куплена спекулятивная бумага, такая, как Тинькофф, да, ну, то есть можно было и другие бумаги посмотреть, да, на отскок, но я выбрал именно Тинькофф бумагу, да, для того, чтобы на ней отыграть отскок рынка. Что, собственно, мы с вами увидели. Рынок у нас на фоне заявления и поднятия ставки всего лишь на 1% к вечеру достаточно неплохо отскочил, компенсируя всю дневную просадку. И, соответственно, я и подписчики моего приватного телеграм-канала на этом смогли заработать. Бесплатный телеграм-канал я скидывал скрин. Ну, и, соответственно, это, как пример, да, правильной аналитики, правильного, так скажем, правильной интерпретации, да, того события, которое может повлиять на наш российский рынок. Все, собственно, было сделано верно. Свою аналитику в режиме онлайн я пишу в своем закрытом телеграм-канале, ссылочка на который под видео в описании. Первое. Платная подписка, там есть подписка на месяц, на полгода и на год. Там я пишу свои сделки, разбираю некоторые бумаги, почему я их покупаю, да, ну, и, соответственно, целевые ориентиры. На какие объемы, да, я покупаю и так далее. И, глядя, опять же, на решение Центрального банка, что это дает для нашего российского рынка. Ну, во-первых, мы с вами видим, что на этот период, да, поднятия ставки, который отражается в последующем, не сразу, да, то есть мы видим активность того же самого кредитования, которое у нас было в августе. Я говорил, что на этом фоне у того же самого Сбербанка будут достаточно неплохие показатели. И, на самом деле, мы увидели с вами отчетность, да, в начале сентября, и там действительно неплохие были показатели. Но эта экономическая активность, она будет снижаться с неким лагом, как я уже говорил, да, и последующие отчеты, они будут уже не столь высокие, да, эти показатели, как были до сентября месяца на эффекте дешевой денежной базы. И я предполагаю, что, скорее всего, ввиду поднятия ставки, так как сейчас достаточно неплохо выглядят такие инструменты, как депозиты в банках, и, скорее всего, банки еще сделают волну поднятия ставок, да, для того, чтобы население переходило в фазу накопления, сберегало свои денежные средства и не разгоняло инфляцию. Так вот, я думаю, что, в принципе, сейчас у нас, как таковых драйверов для роста рынка нет, потому что у нас ликвидности просто-напросто взяться, ну, неоткуда, да. Мы с вами видим, что наш рынок достаточно сильно затормозил. Период поднятия ставки для рынка акций – это негативный момент, потому что идет изъятие ликвидности с экономики, замедление экономической активности, соответственно, и многие начинают распродавать бумаги для того, чтобы их переложить на такие инструменты безрисковые, как депозиты. И я предполагаю, что теперь мы перейдем к фазе такого боковика, то есть, расти нам сейчас не на чем, и мы, скорее всего, увидим вот такой вот боковик в зоне 3100-3200-3300, да, вот в этом диапазоне. Важной поддержкой у нас сейчас будет служить уровень 3100, за который необходимо следить, да, если мы эту поддержку пробиваем, соответственно, мы идем дальше в коррекцию на уровень 3000, да, 3030, ну и, соответственно, далее. Покупать либо или нет, да, на текущих уровнях? Конечно же, на текущих уровнях покупать широким фронтом бумаги нельзя, либо отыгрывать какие-то спекулятивные идеи, как я это делаю, да, и пишу об этом в своем приватном канале, либо ждать, да, снижения нашего рынка, а оно неизбежно будет на фоне отсутствия покупателей. То есть, если на рынке нет покупателей, объемы падают, соответственно, рынок на этом фоне начинает снижаться. Многие начинают фиксировать просто свои позиции, так как рынок не растет, смысл их держать, да, так как прибыль не прибывает. Вот, но, а в целом, если мы с вами оцениваем как раз-таки поднятие ставки на 1%, оно достаточно нейтрально для рынка, мы увидели с вами отскок. Это хорошо и для рынка акций, ну и в целом для удержания инфляции, да, так как целевой уровень в годовом выражении для Центрального банка ориентир это 4%, да, а сейчас в годовом выражении инфляция составляет практически 5,5%. Если сейчас не ужесточать данные меры, да, не повышать ставку рефинансирования, то инфляция в следующем году не сможет достигнуть 4%, то есть с ней придется бороться более продолжительное время. Центральный банк и так сейчас выразил свое отношение, да, к этому вопросу, что период ужесточения ставки, он будет длительным. Это нам говорит о том, что приток ликвидности на наш финансовый фондовый рынок в течение этого года, ну, просто-напросто не предвидится. Либо будут какие-то дивидендные истории, которые будут рефинансировать, да, в рынок, ну, а просто из других источников нет никакого смысла экономического, да, если тот же самый процент депозитный дает там 12%, да, скажем, то нет никакого смысла там покупать Сбербанк с дивидендными ожиданиями там 11,5-12% дивидендной доходности. И при этом еще и рисковать, да, так как Сбербанк может скорректироваться. Я пишал свои целевые уровни, где я буду покупать, начинать Сбербанк в своем приватном телеграм-канале. Я эти цели пишу, да, по тем бумагам, которые я покупаю, вот, на текущих уровнях мне он, конечно же, не интересен. Есть более интересные бумаги, если мы берем с вами финансовый сектор, то, конечно же, это компания банковская Тинькофф, да. Он очень сейчас недооценен. Мы видим, что та же самая выручка у банка уже за полугодие составила достаточно неплохие показатели. И в годовом выражении чисто прибыль будет достаточно неплохая. Риск о депозитарных расписках, он, расписок, он, конечно же, присутствует до конца этого года. Насколько мы с вами помним по указу президента, все бизнесы, которые зарегистрированы за границей, они должны переехать в Россию. Тинькофф тому не исключение, но по срокам пока, конечно же, непонятно. Но нужно здесь иметь в виду, что получится ситуация как с ВК. Но, опять же, если мы смотрим с вами на финансовый сектор, то где ранее торговался Тинькофф, да, и где он сейчас находится, то есть дисконт очень достаточно большой. Даже если будет переезд, да, и акции не будут, депозитарные расписки не будут торговаться в достаточно продолжительное время, то здесь я бы особо не расстраивался, потому что дисконт сейчас к тем ценам, на которых он находился до 2022 года, он достаточно высокий. И в одной расписке у Тинькоффа находится одна акция. Поэтому здесь, даже если вы покупаете инвестиционно, то здесь достаточно неплохая перспектива. К тому же, те компании, которые переедут в Россию, они могут начать выплачивать дивиденды. Об этом Тинькофф уже неоднократно говорил, что если уйдут эти юридические тонкости, юридические риски, соответственно, банк вполне вероятно может начать выплачивать дивиденды. Поэтому Тинькофф из финансового сектора, он один, да, пока недооцененный, я бы к нему присмотрелся. Я буду покупать его, буду писать, да, свои ожидания, свои уровни в своем телеграм-канале. Но в пятницу нам удалось на нем спекулятивно прокатиться, достаточно неплохо. Также на текущей неделе удалось прокатиться на Магните, на обвале, да, когда у нас рынок шел вниз, когда все распродавали на маржинколах бумаг третьего эшелона. На самом дне мы его выкупали. Я писал здесь уровень, да, который очень четко отработал. И, соответственно, мы видим, что Магнит достаточно неплохо отскочил, да. У Магнита закончилась выкупная кампания, да, которая была связана с выкупом акций у нерезидентов, да. Там порядка 21,5% выкуплено в общей сложности на 48,5 миллиардов рублей, да. Но если бы, опять же, по текущей стоимости этот выкуп был, то цена бы была, ну, как минимум в два раза выше. То есть дисконт на 50% Магнит эти акции выкупил. Здесь другой вопрос, будет ли он эти акции гасить, да, что является позитивом, да. Если Магнит будет эти акции гасить, соответственно, акций станет меньше и дивиденд на доходность станет выше. Здесь у Магнита есть некоторые позитивные моменты после данного выкупа, да. Об этом неоднократно уже говорил, да. Это, конечно же, дивиденды. Когда он объявит о дивидендах, то акция будет достаточно неплохо расти, потому что дивиденд на доходность там будет достаточно высокая. Но по времени, конечно же, здесь все достаточно размыто. Также на нас на этой неделе обвалились акции и ОВК, так как там была доп. эмиссия, вот, и, соответственно, количество акций увеличится в 110 раз. То есть акции упали более чем на 30%, конечно же, на этом фоне. Очень много спекулянтов, инвесторов потеряли на этом свои капиталы. Но тот, кто не учитывает риски, входит в позиции с плечами, входит на все депо, желая обогатиться быстро и сразу, биржа таких новичков наказывает. Также у нас достаточно сильно обвалился ВК в связи с переездом. 18 числа, кстати, последний день для торговли депозитарными расписками на бирже. По ВК, кстати, на самых хаях, на самых хаях мы в закрытом телеграм-канале отыгрывали. Здесь был клин. Ловили, да, выход из клина. Но в дальнейшем сделка была закрыта. Никакого смысла здесь заходить на таких уровнях. Уровня, конечно же, в него я не видел дальше. И мы видим, вот вышла новость в связи с переездом. Но он ожидаемый, да, все, многие компании будут переезжать. Это, что у нас еще там, Озон, да, Пятерочка. То есть, все эти компании ждут, конечно же, переезд. И, соответственно, соответствующие реакции мы видим, которые связаны с таким переездом. Потому что акции, вернее, даже списка, они на очень продолжительное время блокируются. То есть, не торгуются на бирже. То же самое ВК пообещал вроде как до конца года переехать. Но, сами понимаете, вот это само время ожидания, когда у тебя расписки заблокированы. Ты не можешь ничего с ними сделать, да. А в этот период может все, что угодно произойти с компанией, да. Может любое решение принять компания, вплоть до ухода с биржи, да. Вот. И смены там, скажем, как это было в детском мире, смены там, скажем, с публичного общества, с общества с ограниченной ответственностью, когда акции переходят уже в доли. На этом фоне все здесь достаточно может произойти. Поэтому, если вы остаетесь в акциях, да, вот так заблокированных, ну, как заблокированных, которые не торгуются, да, в связи с переездом, то здесь можно от компании очень многое ожидать. Вплоть до того, то, что я озвучил ранее. Как это было с детским миром. Я не говорю, что это обязательно будет. Я просто говорю, какие бывают варианты, да, исхода данных событий. Но, если вы остаетесь в расписках, да, то здесь беспокоиться не нужно. Если в общем говорить, да, эти расписки автоматически конвертируются в акции. Соответственно, у вас вместо расписок будут акции. Вот. И, конечно, на этом фоне, когда акция будет уже снова в торговле, да, когда они из расписок конвертируются в акции, то здесь уже просто-напросто вы будете владеть акцией и с компанией. Но, опять же, если мы говорим о ВК, то здесь мне, что не нравится в этой компании, о том, что выручка растет, а вот чистая прибыль нет. Ранее, да, по ВК была такая проблема, когда в связи с неэффективностью менеджмента очень много было управленческих расходов, да, это и зарплаты там, скорее всего, какие-то высокие, да, какие-то бонусы, да, топ-менеджменту. На этом фоне мы на протяжении очень долгого времени не видим хороших показателей у данной компании. Пока что, пока менеджмент не поменяется, ни о какой эффективности говорить здесь просто-напросто не приходится. Вот, поэтому у меня такое скептическое отношение к этой компании, несмотря на то, что она является сейчас конкурентом, да, в отсутствии, вернее, достаточно занимает монопольное, скажем, положение ввиду отсутствия конкурентов, которые ушли с нашего рынка. Но здесь нужно понимать, что как только, если ситуация наладится на геополитическом фронте, да, как только начнут снова возвращаться все вот эти площадки, да, конкуренты, то, естественно, ВК первым, кто отреагирует негативно, вернее, его котировки на этом фоне. Поэтому инвестиционно здесь достаточно, ну, сложно говорить, я бы инвестиционно здесь не вкладывался. Среднесрочно можно, инвестиционно, я еще раз повторюсь, да, как только вот эта ситуация с геополитикой прекратится, да, все начнет налаживаться, соответственно, начнут возвращаться конкуренты. И, соответственно, у ВК появятся конкуренты, и на этом фоне ВК достаточно неинтересно будет выглядеть. Сейчас же пока ВК-монополист, да, там идет реклама, и активно рекламируют эту площадку, пытаются, да, развивать. Но, опять же, ввиду с неэффективностью менеджмента, чисто прибыль у компании не растет. Ну, и нотки позитива для газового сектора, да, в частности, для «Газпрома» появились, да, в новостях. «Газпром» впервые поставил партию своего СПГ по Северному морскому пути. Танкер-газовоз «Великий Новгород» с партией жиженоприводного газа, произведенного «Газпромом» на комплексе в районе КС «Портово» в пятницу завершил разгрузку на приемном СПГ-терминале «Таншан» в Китае. То есть мы видим, что у того же «Новотека» появился конкурент в лице «Газпрома». Так как объемы подачи через трубопроводы снизились, то, соответственно, «Газпром» развивает другое направление – это СПГ, что, конечно, является позитивным моментом. Я думаю, что в этом случае будут объемы расти, да, и параллельно с теми неплохими показателями от «Газпрома» по турецкому потоку, по силе Сибири, по украинскому потоку, да, которые объемы вернулись на прежние уровни, то я думаю, что у «Газпрома» достаточно неплохие будут показатели. Тем более сейчас сезон, да, и я думаю, что те целевые значения, которые я озвучивал ранее, к следующему дивидендному сезону «Газпром» у нас достигнет. Поэтому все возможные просадки, которые будут по «Газпрому», я буду покупать, да, уровни я также пишу в своем приватном канале, да, где я его покупаю, на какие объемы, ну, и целевые ориентиры, которые я жду. Поэтому кто пишет в комментариях, что «Газпром» будет там по 100, по 120, там до нуля, ну, просто-напросто здесь либо хейтеры, либо люди, которые просто на шортах хотят в очередной раз потерять деньги. К тому же появилась активность, да, в Европе, и после 10-месячного снижения подряд потребления газа в Европе выросло на 6,5% в годовом выражении, достигнув в общей сложности 17,5 миллиардов кубических метров. Ну, к тому же у нас сейчас сезон появляется, да, я думаю, спрос в Европе не только на фоне того, что там, так скажем, активизируется экономическая активность, да, которая была в секторах промышленных, да, Германии и Испании, но и на фоне того, что будет сезон, да, и надеюсь, что в Европе зима будет холодная, да, и потребление газа вырастет. Ну, а где, собственно, будут брать газ, конечно же, возможно, с Турции, да, и с украинского потока. Резюмируя по нашему рынку, да, что я жду? Жду я просто-напросто пока боковик. Вот в таком диапазоне. В узком диапазоне, если активность покупателей будет снижаться, то мы пойдем пробивать вот эту поддержку на уровне 300 и будем снижаться ниже. Средисточные позиции я буду набирать постепенно и дальней, так скажем, отметкой будет служить уровень 2800. Вот, но уже с текущих я некоторые бумаги подкупаю, об этом я пишу в своем приватном телеграм-канале, почему покупаю, да, на какие доли. И, соответственно, исходя из уровней МВБ, да, то есть я покупаю на уровнях, то есть это дает, как правило, да, достаточно неплохие точки входа для того, чтобы собирать позиции. Соответственно, по мере снижения индекса московской биржи, по мере достижения тех стрелевых уровней, которые я для себя отметил, я буду подкупать данные позиции по тем бумагам, которые я выбрал. Ребят, вот такой вот небольшой обзор. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки, пишите комментарии, что вы думаете по этому поводу. Ссылочки на все соцсети находятся под видео в описании. Первая ссылочка – это подписка на закрытый телеграм-канал, на платный. Вторая ссылочка для тех, кто не успел еще заказать кредитную карту с кэшбэком от Тинькова. И третья ссылочка – это подписка на бесплатный телеграм-канал, подписанный на который нужно быть обязательно, так как там очень много важной выборочной информации. Ну, а я с вами прощаюсь. Всем удачи, всем пока-пока.